Я не понимаю. Девушка, откройте кассу. Нам нужно проехать? Больше я собралась. Объясните, пожалуйста, что происходит? Нам нужно проехать в метро. Позовите главного. Кто у вас главный по станции? Это у нас станция Сирец. Кассы не работают. Проехать невозможно. Уникально. Собралась очередь и никого не пропускают. Кассы не работают. Про Сирец. Очередь собирается и это никого не волнует. Вот так у нас работает метро. Метро Сирец. И, как сказали, это нормальное явление. Абсолютно нормальное. Сейчас 12 часов ночи. Но я не поленюсь снять это видео. Я очень хотела прокомментировать то, что произошло. И то, что происходит у нас постоянно и стабильно, судя по всему, у нас в метро. Я сегодня была очень возмущена. Я сегодня с ребенком ехала в метро. Метро Сирец. Я редко езжу в метро. Сегодня мы ехали на день рождения. И все, что я хотела, я хотела просто купить электронный билет в кассе. Обычно я плачу карточкой. Но сегодня я хотела купить билет. Я не хотела купить карточку по некоторым причинам. У меня это не получилось. Объясню, что происходит и что произошло. Я зашла в метро с ребенком. И я уже увидела, когда женщина сильно возмущается. Она хотела тоже купить электронный билет. Но касса, единственная касса, не работала. Технично прерва. Причем женщина там сидела. Но она никого не обслуживала. Я тоже подошла. Нас собралось уже двое к этому моменту. Вернее, трое с ребенком. Нас не обслужили. Техничная прерва. Стали подходить еще люди. В основном пенсионеры. Потому что карточек нет. Именно карточек для оплаты только пенсионеров. Всех отправляли в автоматы. Но один нюанс. Эти автоматы не выдают сдачу. Двое пенсионеров усиленно старались объяснить, что им не нужна сдача на телефон. Я думаю, что вы все знаете, как я пенсию пенсионеров. Это никого не волновало. Как нам объяснила другая женщина, сотрудник. Это у них обычное явление. Не так работают. Ждите. Прошло минут 7-8. Собралась уже небольшая толпа. Куда стоять? Я оплатила уже... Повозмущалась. Оплатила проезд телефоном, как обычно. И мы прошли. К тому времени собралась уже небольшая очередь. То есть объясняю, что происходит. Как я поняла, скорее всего, работает всего один сотрудник. Ну, видно, экономят на зарплате. И вот такие явления происходят ежедневно. Собираются в основном в очередь пенсионеры, потому что только у них нет карточек. Они не могут себе позволить сдачу вложить на телефон. И, кроме того, поймите правильно. Не каждый пенсионер вообще умеет пользоваться автоматом. И уж тем более, пенсионеры не хотят вложить сдачу на телефон. И с какой стати они должны вложить сдачу на телефон? Вот объясните. Если бы я сразу оплатила карточка, я бы даже не заметила то, что произошло. Но так сложилось, что я хотела купить электронный билет. Я его не купила. И, кроме того, еще один момент. У нас сейчас, вроде бы, как эпидемия. В принципе, тоже могла пойти в автомат. Но к тому времени, как я собиралась пройти, там собралась уже очередь. И мне уже тоже с ребенком не очень хотелось идти. Там собралась уже небольшая очередь. Все крутились вокруг автомата, смотрели на него. Но никто билет не покупал через автомат. Все ждали кассиршу, которая ушла подальше от криков, чтобы все это не слушать. И, как мне, повторюсь, объяснили, такое у них происходит каждый день. Это нормально, они так работают. Ну, подождать надо. И вот тоже вот еще хотела узнать. Несколько я знаю, есть ли техничная прерва, обычно пишется, сколько она. Но вот я там провела минут 8. Я больше не ждала. Да, мне это все очень сильно возмутило, честно вам скажу. Но я не ждала. Я не знаю, сколько времени представили остальные люди. В основном, повторюсь, пенсионеры. В условиях эпидемии, когда не рекомендуется вообще создавать очереди. И стоять в очередях. А получается, что ежедневно создается метро, вот такая вот ситуация. Вот мне интересно, тех, кто часто здесь в метро, с таким сталкивался, это только у нас на станции метро Сирес, или это на всех станциях такое. Мне вот интересно очень. Ладно, возмущалась, наверное, все это бесполезно. Но вот хотела поделиться, что у нас происходит. Хотела элементарно купить электронный билет. Не получилось. Метро Сирес. Вот очень бы хотелось слушать комментарии тех, кто часто здесь в метро. Действительно, такое происходит везде, или только у нас на станции такое? Ладно, уже поздно. Так что буду прощаться. Всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok